Виктория Дайнека со своим супер хитом. Я просто сразу от тебя уйду. Вика, привет. Вика просто сразу к нам пришла. Слушай, мы со слушателями сегодня обсуждали тему неудобные вопросы. Я понимаю, что тебе миллион таких вопросов задавали, и ты умеешь на них отвечать. Вот у меня такое впечатление, ну, судя по тому, что у тебя удается охранять свое личное пространство. Какой самый неудобный вопрос тебе задавали? Вообще, мне очень часто задают их. Я вообще считаю, что те вопросы, на которые ты, в принципе, не хочешь отвечать, чтобы тебе задавали, это уже неудобный вопрос. Поэтому я всегда как-то ухожу, увожу, выкручиваюсь. Там, как зовут моего ребенка? Ты всем рассказала, что ее зовут Лидия? Нет, ее не зовут Лидия. Единственное, что рассказала, что я не знаю, кто это придумал, я не знаю, кто автор вот этой штуки, которая реально там прижилась. Причем до Лидии было несколько еще вариантов. Ага. Ну, как-то вот, ну, типа нет. А вот кто-то сказал вот Лидия, и все, теперь все говорят Лидия. Я говорю, ее зовут не Лидия. Но, в общем, очень много разных таких вопросов, да. Но что поделать? Наша работа такая, отвечать на эти вопросы. Ну, хорошо, но вот все-таки давай самый неудобный вопрос. Ну, если честно, у меня память вообще очень короткая, особенно на что-то неудобное и плохое. Ну, хорошо, давай так. Как зовут твою дочь? Неудобный вопрос, да? И как ты на него отвечаешь? Я говорю, что она сама когда-нибудь представится, потому что, ну, как бы, я охраняю ее личное пространство, пока она сама не заявит о себе. Поэтому, как только она захочет представиться, она обязательно это сделает. Я думаю, что это будет скоро, потому что она уже там просит меня что-то рассказывает там в своих соцсетях. Расскажи, что вот твоя дочь любит Гарри Поттера. Ага, понятно. То есть она уже хочет, чтобы ты о ней начала рассказывать. Да, да. Так, ну и почему что ты тогда нам ее не представила еще? Я считаю, что она все-таки еще маловаста для этого. Сколько должно быть ей лет исполнится, чтобы... Ну, не знаю, пусть подрастет, но всего лишь шесть. Ну, сколько? Восемь-десять? Ну, лет восемь-десять. Хорошо. Вот прям где-то так, да. Хорошо. Окей. Стас Пьеха для нас споет. Он тоже мастер отвечает на всякие неудобные вопросы. Вика Дайнека сегодня с нами. Итак, мастер-класс «Как отвечать на неудобные вопросы». Готова? Перестань, расслабься. Ладно, давай. Ты же знаешь, что самые хорошие мысли приходят, когда мы в расслабленном состоянии. Да. Ну, давай, поехали. Сколько ты зарабатываешь? Достаточно, чтобы баловать себя и свою дочь. А вот замуж не пора? Замуж, конечно же, пора. Завтра. А когда второго родишь? Как только замуж выйду. Ну, послезавтра, короче. А ты грудь не хочешь увеличить? Грудь увеличить во время беременности. Мне очень нравится естественным опытом ее увеличивать, да. А тебе не кажется, что ты много тратишь? Мне кажется, что я много трачу, но я столько зарабатываю. Что можешь себе позволить? Да, могу себе позволить. А вот этот вопрос, как только там в Инстаграм, бывает, подписчики пишут. Не устала отдыхать еще? Ну, кстати, Инстаграм создан для того, чтобы делать вид, что ты все время отдыхаешь, даже если ты очень много работаешь и публикуешь фотографии там спустя месяц. Поэтому нет. Артист всегда должен выглядеть так, как будто бы он отдыхал просто три месяца на лучшем курорте где-нибудь, не знаю, на пряже. Ну и, наконец, вопрос от бабушек на лавочке. Не устала одна-то? Или там не надоела одной-то? Очень, бабуля, очень, очень устала. Не надоела одной-то, да-да-да. Переезжай ко мне. Ну что, вот так вот отвечают люди поднаторевшие уже на неудобные вопросы. Я надеюсь, что и вы запомните этот мастер-класс. Ну а вот вообще, если в двух словах, вот что, ты же ни разу не сказала ничего обидного, да? Потому что очень часто, я сегодня со слушателями, например, на тему обсуждала, очень часто люди отвечают колкостью, ну вот зеркалят, понимаешь? Да-да-да-да. А ты этого не делаешь. Ну, бывает по-разному у нас. Это все зависит от настроения. Вообще, как бы, мой лучший друг сарказм, он всегда меня преследует по жизни, и я этому рада, поэтому я всегда могу пошутить над собой, я тоже могу пошутить. Я не воспринимаю себя чересчур всерьез, то есть, ну, то есть, мое эго нигде не задевается, даже если как-то пытаются меня подобидеть. Но мне кажется, что бывает все равно как-то так. Нет-нет, но ответишь как-нибудь так с издевкой легкой. Потом тебя совесть не мучит? Нет. Молодец. Это самое главное. Шикарная песня звучит, как, впрочем, и все у нас на русском районе. Виктория Дайнека сегодня у меня в гостях, и мы учимся отвечать красиво на неудобные вопросы. Ты знаешь, я не буду тебя пытать по поводу твоих мужчин, ты все равно кремень. Да. Никого нет, если что, просто. Ну, хорошо, скажи, а какой интересный факт, самый интересный, ты про себя прочитала, или наоборот, даже не такой, нет, не такой, это сейчас ты будешь долго вспоминать, лучше наоборот, какой интересный факт про тебя нельзя найти в интернете? Какой интересный факт про меня нельзя найти в интернете? Ну, например, нельзя найти в интернете, как зовут жениха моего бывшего. Нет, вообще нельзя найти вообще, с кем я встречаюсь, и как их зовут, потому что, ну, как-то, я не знаю. Но, с другой стороны, это очень смешно, когда ты там, не знаю, с парнем идешь в кино, и все, все, он твой молодой человек. Я говорю, ну, камон, у меня очень много друзей, парней. И я, как бы, выкладываю с ними сториз в Инстаграм, и все такое, и почему сразу жених, сразу любовь? Ну, да, но, с другой стороны, как бы, людям хочется приписать что-нибудь такое романтичное. Потому что я не знаю, что про меня люди не знают. За 17 лет, мне кажется, люди знают уже про меня все, больше, чем я иногда про себя. Это смешно, когда в интернете читаешь про свой какой-нибудь очередной концерт, ну, тебе афишу присылают, тебя... И я такая, а, у нас концерт, ну, ладно, запишу себе в график. Да уж, это неприятно, я с тобой согласна. Итак, 6 лет ты не показываешь свою дочь, и, как мы выяснили, ее зовут вовсе не Лидия. Вовсе не так. Да, а говорить ты про нее любишь? Нет, не люблю. То есть рассказывать, что там она делает? Стараюсь, нет, да. Что ей нравится? Как-то это... Я очень ревностная мамаша, все мое-мое, зачем делиться со всеми? У наших партнеров «Рашен Телевик» в «Русской теленеделе» я прочитала, что ты высказывалась о судьбе, о нелегкой судьбе матери-одиночки. О, да. Ну, это тоже, наверное, неудобный вопрос, но, тем не менее, что тебе дается сложнее всего именно в этой доле? Сложно это вот это вот... Сложно дается личная жизнь. Почему, собственно, как бы... Нет, как матери-одиночки... Как матери-одиночки мне дается очень тяжело личная жизнь. Потому что, например, мой бывший муж давно счастлив в браке, у него родился сын, потому что он не проводит время с ребенком, и у него есть куча свободного времени на все, на свидания, на походы в кино и так далее. А я, конечно, для того, чтобы как-то что-то сделать, мне реально нужно прям напрячься, обзвонить кучу людей, которые должны приехать, договориться с ребенком. Ну, в общем, это серьезная задача. Учитывая, когда ты еще работаешь артистом, и твоя графика не очень, то, в общем, когда-нибудь я выйду замуж, буду рассказывать о счастливой жизни, семейной, но не сегодня. Ты когда-то сказала, я живу так, чтобы об этом петь. Ну, нет, ну, как-то так живется, да, что потом в итоге об этом поешь. Об этом поешь. Сейчас мы слушаем твою песню, она называется «Зимняя любовь». Песня автобиографичная. Песня, ну, нет, не совсем, но очень любимая, кстати. Я вот год, я честно-честно ждала. Мы ее записали в прошлом году и думала, сейчас вот, наверное, вот к следующему этому, вот случится какая-то любовь, и она будет вот прям про сейчас, но, увы, нет. «Зимняя любовь», но зима еще не закончилась, поэтому я не отчаиваюсь. Может быть, может быть, ждем. Приветствуем всех. Виктория Дайнека сегодня со мной. Мы учились отвечать на неудобные вопросы. И ты знаешь, я хочу тебе предложить игру. Игра, сейчас же что, «Святки»? Да. Ну, и это самое... Да, 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 да. Здравствуйте. Конечно. А что, ты никогда не гадала? Нет. Никогда? Нет. С «Святками» не занималась? Нет. Такими вещами? Нет. Ужас какой-то. А я в этом деле в свое время была прям, как это сказать-то, ну, гуру. Вот, давно уже, правда, забыла. Хочу тебе предложить сейчас, коль с «Святки» погадать. Да. Смотри, гадать будем так. Задаем вопрос. Да. Называем число от 1 до 30. И читаем мудрую цитату, которая в этом списке под этим номером записана. Окей. Итак, вот давай я тебе первый вопрос задам. А я тебе, знаешь, что даже еще дам вот такие вот шпаргалки. Потому что мы вопросы будем задавать по очереди. Друг другу. Один я тебе, один ты мне. А цитаты я оставлю себе. Итак, я задаю тебе первый вопрос. Выйдет ли Вика Дайнека в этом году замуж? А ты любое число. От 1 до 30. Да, от 1 до 30. 26. Давай, 26. Сколько тебе лет? Да. Цени того, кто без тебя не может. И не гонись за тем, кто счастлив без тебя. Мудро, правда? Поняла? Ну, вот, кстати, кто счастлив без тебя, это прям идеально, я считаю. Да. Что? Ну, правда? Да. Чувствуешь? Да, чувствую. Давай теперь твой вопрос. Так. Когда закончится коронавирус? Число. Я хочу назвать цифру 7, потому что это мое самое любимое число. Мне почему-то кажется, что вот в любом случае всегда называть цифру 7, всегда будет удача. Ну, давай посмотрим, что тут будет в этом списке. Итак, под номером 7 фраза. То, во что ты веришь, становится твоим миром. Окей. Ты получила ответ. Какой же ответ. Я думаю, наши слушатели тоже. Так, хорошо, следующий вопрос я тебе задаю. Да. Для мужчин хочу спросить. Да. Когда сборная России по футболу где-нибудь победит? Давай, любую цифру. Давай, давай. Четыре. Так, четыре. Сейчас, погоди. Нельзя ждать от человека то, что ему не свойственно. Вы же не выжимаете лимон, чтобы получить томатный сок. Ой, господа футболисты, а также к болельщике. Простите, дорогие мы вас ждали. Это не мы виноваты. Это не я придумала. Это мудрость. Это очень смешное гадание получилось. Давай, тогда твой вопрос следующий. Откроют ли в этом году границы? Ну, конечно же. На этот вопрос я должна назвать, знаешь, какую цифру? Тринадцать. Вот. Тринадцать. Ну, типа, удачная, удачная. Ну, типа, вообще, просто не в рот, а в глаз, да. Да, окей. Так, нет лучшего места, чем дом, особенно если в нем есть мама. Понятно, господа? Да, ладно, хорошо. Следующий вопрос от меня. Вика, внимание. Да. От одного до тридцати. Будет ли это лето теплым? Это лето теплым? Ну, имеется в виду нашу страну. Повторяться нельзя. Давай, да. Да, да, да. Какое число? Шестнадцать. Шестнадцать. Это еще одно мое счастливое число. После семи. Семи тринадцати. Шестнадцать. Какой вопрос задала? Будет ли лето теплым? Итак, внимание. Счастье рядом. Не придумывайте себе идеалы. Цените то, что имеете. Ясно, понятно. Да, все понятно. Давай тогда так. Следующий вопрос от тебя. Давай. Подешевеет ли бензин? Ну, конечно же, пять. Как автолюбитель. Да. А как автолюбитель автолюбителю. После дождя... Пять рублей за литр. Так, слушайте. После дождя всегда приходит радуга. После слез счастье. Вот пять рублей за литр, я же говорю. Так, и, наконец, еще один вопрос, который касается абсолютно всех. Сбудется ли загаданное в новогоднюю ночь? Давай число, Вика. Двадцать семь. Хорошее число. Что-то у нас сегодня с тобой. Итак, помните, вы притягиваете к себе только то, во что вы верите. Вот. Сбудется. В общем, все будет хорошо. Наше гадание тому подтверждение. Виктория Дайнека сегодня с нами. Мы говорили на разные неудобные темы и в результате пришли к выводу, что, вот, ты знаешь, мне кажется, что девушка, она может просто улыбнуться, если не хочется отвечать на какой-то вопрос. Вот есть у нас такое. Хотя, мне кажется, и мужчина может тоже просто улыбнуться. Если ты умеешь улыбаться, ты можешь вообще не отвечать ни на какой неудобный вопрос. Просто улыбнись и все. Нет, ну, вообще-то я могу здесь поспорить. Сегодня буквально на какую-то новость в Инстаграму у нас новостного паблика откомментировала просто как «ммм». И мне написали «Что? Трех слов связать не можешь? Что мычишь? Что? Создание твое, типа, что это за задание ни на что не способна, даже сказать не можешь слова нормального. Что ты тут написала? Поэтому, да, улыбаться хорошо, но люди хотят, хотят жести, поэтому надо говорить. Хорошо. Ты где-то сказала, что не можешь угнаться за молодыми артистами. Я не пытаюсь за ними угнаться. Хорошо. А каким артистом ты тогда себя причисляешь? Я считаю, что я человек более традиционный, что ли. Я в этом смысле не то, что несовременная, я достаточно консервативная. Поэтому я всегда считаю, что нужно придерживаться своих собственных внутренних правил, что касается музыки, что касается внешности, что касается личной жизни. Поэтому я, например, не выпускаю песни каждую неделю, как сейчас это делают. Сейчас модно взять какой-нибудь биточек, сверху на него что-то напеть, выпустить. Еще один взять биточек, сверху на него напеть и выпустить. И вот так вот это происходит. Реально, иногда я смотрю у ребят релизы каждую неделю, раз в месяц. Но для меня это слишком много. Это какой-то такой конвейерный поток. Мы все-таки записываем песен много, но выпускаем там одну-две. Иногда не выпускаем вообще ничего, потому что не считаем нужным. А сейчас такая музыкальная культура, что в принципе положено все, где ты там что-то напел, уже некоторые даже демку, три слова записали, еще не дописали песню до конца, но уже опубликовали. Типа, что, что, ребят, как там, выпускать, нравится? Нет-нет. Ну, как бы это очень смешной подход сейчас. Непрофессиональный. Ну, нет, может быть, он и профессиональный, но я его не разделяю просто. Нет, это непрофессиональный подход, потому что, вот я, например, считаю там, ну, я сейчас не буду хвалить себя, да, глаза. Лучше за глаза всегда похвалить человека. Ну, вот Байгали, для меня, это лидер группы А-студия, для меня это очень профессиональный музыкант и очень профессиональный продюсер музыкальный, то есть человек, который не выпустил ни одной проходной песни за, извините, уже больше 30 лет. То есть это говорит о том, что это мегапрофессионал. Он по году записывает обычные песни. Кэти приходит, Кэти поет безукоризненно. Да. Здесь говорить нечего. Она приходит, поет, потом Байгали может ей позвонить, через два месяца сказать, Кэти, все, перепеваем. Потому что я полностью изменила. Это работа с Игорем Матвиенко тоже примерно такая же. Ну, в общем, да, скажи мне тогда, ответ будет, вопрос неудобный, нормальный, сколько в среднем раз ты можешь приехать в студию стандарт, чтобы все-таки довести до ума песни. Вообще это бывает всегда по-разному. Я помню, что там песню «Я просто сразу от тебя уйду», мы записывали, я не знаю, какое количество раз, но прям очень много раз. Мы искали что-то там, присматривались, еще что-то. Песню «Зимняя любовь» мы записывали, наверное, четыре сессии, что ли. Ну, что-то переписывали, мы слова меняли, еще что-то делали. Но такое бывает. Действительно, когда ты в процессе понимаешь, что тут слова надо поменять, тут надо тон поменять, тут тембр надо как-то с тембром поработать. Есть песня, которая песня «Крылья». Я вообще не знала о ее релизе. Я тогда в тот момент где-то отдыхала, и я помню, что по пути в отпуск заскочила на студию, записала демку. И потом, когда я выпускала англоязычный альбом, была занята очень сильно этим релизом, мне говорят, Вика, а какая обложка будет у песни «Крылья»? Я говорю, «Крылья?» А у меня есть песня «Крылья?» И оказалось, что вот та самая демка, когда я ее записывала, просто попробовать, оказалась очень достаточно выигрышной записью. И в итоге мы ее вот так вот и выпустили. Все. Ну, понятно. То есть все-таки я хотела подвести к тому, что песня как ребенок. Он требует времени, сил, нервов, старания и удачи. Я тебе желаю, чтобы все это всегда в твоей жизни было и чтобы твои песни всегда звучали на волнах русского радио. Ну, а что вам могу сказать, друзья? Я с вами прощаюсь до завтра, до 7 часов вечера. Оставляю вас в компании со Светой Казариновой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok